Пару примеров операторов Гильберта Шмидта рассмотрим для этого пространство L2 маленькое. L2 маленькое же было у вас? Помните? Нет? Не помните или напомните? По функциональному анализу? Не, ну да. L2 маленькое. Не помните, хорошо. Пространство L2 маленькое – это пространство последовательности действительных чисел. Сумма квадратов, которых конечна. То есть L2 – это последовательности. X1, X2. И так далее. И X это действительно и сумма X в квадрате конечна. Так, вот это пространство L2 маленькое. В пространстве L2 маленькое естественным образом вводится произведение, скалярное произведение, как сумма покомпонентных произведений. И относительно этого скалярного произведения, относительно этой нормы, которая связана со скалярным произведением, пространство L2 является полным, сепарабельным, но, естественно, действительным. Так, и вот давайте мы определим оператор AX таким образом. Он каждую компоненту умножает на некий коэффициент альфаиты. Так вот, можно утверждать, можете показать это самостоятельно. Ну, во-первых, какой базис можно взять? Или стандартный артонормированный базис в L2 выглядит таким образом. n-элемент базиса – это нули, везде нули, и на n-м месте стоит единица. Так вот, оператор A принадлежит совокупности операторов Гильберта Шмидта тогда и только тогда, когда сумма квадратов вот этих коэффициентов альфаиты в квадрате является, конечной, является конечной. Так, теперь, еще одно понятие нам нужно из операторов – понятие компактности, понятие компактного оператора. Значит, линейный оператор. Называется компактным. Если любое ограниченное множество, или для любого ограниченного множества С ваш АС или, напишем, замыкание. Замыкание образа этого множества С является компактным. Замыкание АС является компактным. А что такое компактное множество? Это-то вы мне можете сказать? Компактное множество. Это какое? Множество содержащие. Что содержащие? Не, подождите. Замкнутое ограниченное. Это не во всех пространствах замкнутое ограниченное является компактным. Это теоремия, да. Про какой теоремия? У нас есть конечномерное пространство, но замкнутое ограниченное множество, но является компактным. Ну, правильно. Есть ли пространство конечномерное? Да. Конечномерное. А мы здесь все-таки по существу работаем с бесконечномерными. Мы же сказали, что в конечномерных пространствах определять, скажем, оператора Гильберта Шмидта смысла никакого нет. Это те же самые ограниченные операторы. Мы же это отметили с вами, да? Поэтому и про компактность тоже все-таки мы имеем в виду бесконечномерное пространство. Но определение компактности множества есть? Какое? Википедия говорит, что... Нет, Википедия может и наврать. Википедия может и наврать. Тем более, не во всех языках идет проверка этих статей. В русском я, кстати, не знаю. Там идет самопроверка, по всей видимости. Правильно? Ну что там, хорошо. Давайте Википедию почитаем. Пространство, в любом покрытии которого открытыми множествами найдется конечное подпокрытие. Сейчас. Начало мне не понравилось. А топологическое пространство, в любом покрытии которого открытыми множествами найдется конечное подпокрытие? Не, ну все правильно. Это правильно, конечно, но посмотрите, вопрос-то у меня был уже. Вопрос у меня касался множества, компактности множества, а не пространства. Это во-первых. Во-вторых, я не использовал свойства топологические, потому что сейчас после этого определения я вас, естественно, должен был бы спросить, а что такое топологическое пространство. И я не уверен, что вы бы ответили. Или ответили бы? Нет, к сожалению. Нет. Почему? Потому что здесь нужно понять о топологии, которая... Но мы с вами это понятие не вводили. Может быть, на функциональном анализе вводили, но тоже не уверен. Нет топологии. Но я думаю, вы и не дойдете. Она будет. Да, она будет. Топология. Но, как сказать, не дальше у нас... Должна быть. Не должно быть у нас такого мханбуша. Я думаю, понятия топологии не будет. Оно вам не совсем нужно. Хорошо. Значит, множество компактное. Будем исходить из этого. Если из любого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Вот, я вспомнил...ik не вспомнил... Посмотрел в эту определение. Давайте. Вот... А всякая подпоследовательность элементов множества содержится в подпоследовательность. То есть, каждая последовательность содержится в подпоследовательность. И все? Точка? Да. Но только сходящуюся куда? Ведь посмотрите, у меня написано, замыкание является компактом. А у вас точка, ну вот смотрите, интервал 0,1 является компактом? Не является. Потому что у вас последовательность. Ну вот я беру последовательность 1,1. Есть такая последовательность? 1,1, что у меня сюда, 1,1? Ну последовательность. Первый элемент это единица, второй элемент 1,2,3,1. А, 1,2,3,1. Дальше. Куда она сходится? 0 интервалу принадлежит? Нет. Нет. А должен принадлежать в компакте? Это определение из Википедии тоже? Нет, это если будет от книги, я сейчас скажу, кто автор. Сейчас это, почему-то не вижу автора. Ну давайте, поскольку мы в записи, не будем стыдить автора. Так, ладно. Значит, еще раз. Мы будем с вами опираться на определение, что из любого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Вот, кстати, вот, кстати, любопытный вопрос. Немного в сторону, конечно, у нас времени немного, но все-таки. Интервал 0,1. Вот что с ним? Вот вы берете открытое покрытие. Следующего вида. Одна n-ая интервалами покрываете. Одна n-ая 1. Конечное подпокрытие можете выделить? Изначально интервал 0,1 был изначально. Изначально интервал 0,1 был. Но интервал 0,1. Я покрываю интервалами вида. Одна n-ая левый конец, а правый конец единицы. Ну, обрубленные, да, то есть не входят. Счетное покрытие? Да. Конечное подпокрытие сможете выделить? Один выделить на два крайних. Причем здесь как? Конечное. А, то есть, конечно, нужно конечное подпокрытие. Нужно конечное подпокрытие. Да, да, нет, 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 нельзя, потому что как надо тогда на руку кроем? Ну да, до нуля не доберетесь. Всякий раз вы где-то остановитесь при конечном покрытии, и всякий раз остановитесь на чуточку дальше. Правильно? Ну все, вот вам просто обоснование, почему интервал 0,1 не является компактным. А отрезок 0,1 является компактным. Потому что с каждым подпокрытием можно выделить конечное. Ну потому что вот этого эффекта, когда вы стремитесь, но не достигаете, его уже не будет. Вы должны этот конец куда-то включить в какое-то открытое множество, и все. Ну ладно, вопрос в другом. Вот смотрите, значит, и так, еще раз, мы будем пользоваться определением компактности, что множество компактное, если из любого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Понятие открытого множества в гильбертовых пространствах существует, потому что оно выражается там через норму. Всякие окрестности выражаются через норму. Теперь другой вопрос. В бесконечно мерном гильбертовом пространстве единичный оператор является компактным? Вопрос. Запишите, потому что это реальный пример, но тем не менее важно для понимания, что происходит. Пусть пространство H бесконечно мерное. Евклидово, не Евклидово, а Гильбертово пространство наше бесконечно мерное. В этом бесконечно мерном пространстве рассматриваем тождественный оператор или единичный оператор. То есть каждый элемент Х пространства он переводит в элемент Х. Так? Х в Х. Является ли этот оператор компактным? Ну вот и определение компактного оператора на доске. То есть каждое ограниченное множество должно быть переведено в какое-то множество, замыкание которого компактно. Берем единичный шар. Ограниченное множество? Ограниченное. Образ при тождественном отображении, ну тот же шар. А шар является компактным? Замыкание шара, если даже мы его не замкнули. А почему нет? Ограниченное множество? А там как вы не постоянно рассматривали? Вообще плохо. Конечно. Ну вот смотрите. Вот понятно, что бесконечный мерный случай я не нарисую. И вот смотрите, что берется. Берется вот что. Вот скажем, на концах. Вот пусть у меня это элементы базиса. Вот один элемент базиса, вот другой вектор элемент базиса. Расстояние здесь какое между этими точками? Корень из двух. Как мне кажется. Правильно? Вот берем корень из двух, но вот чуть побольше, чем корень из двух. Вот такой шарик. Вот здесь. И вот здесь такой же шарик. То есть на концах базисных векторов, на концах базисных векторов, берем шарики, радиус которых больше, чем корень из двух. Строго больше. И в середине возьмем шарик там тоже. Ну вот сюда мы, так, значит, ну пусть даже мы упираемся вот в эту точку. Корень из двух деленное на два. Правильно? Корень из двух деленное на два. В центре, вокруг нуля. И вот я рассмотрел вот такие, такое покрытие. Покрыл я шарик? Ну покрыл, потому что центр у меня закрыт. И концы ортов закрыты. И вот это все накрывает шарик, который будет здесь проведен. Ну то есть вот. Вот у меня этот круг. Единица. Здесь радиус больше, чем корень из двух. Поэтому я сюда попаду. Так? Значит, вопрос. Из этого покрытия мы можем выделить конечное подпокрытие? Не получится. Не получится. Потому что у нас должны всякий раз оставаться вот эти вот окрестности, которые, ну шарики, которыми мы накрывали базисные вектора. А их счетное число. Так. Молчание такое, что не... Вообще ничего не понятно, извините. Прям вообще ноль. Прям вообще ноль. Вообще ничего. С самого начала. Как? Стоп. Так. Вот можно заводить? Вот давайте с самого начала. Вот у меня шар. Вот это... Мы хотим доказать, что он... Мы хотим доказать, что это не компакт. Так. Но только в бесконечно мерном пространстве. Так. Хорошо. Я предлагаю покрытие, которое... Из которого мы не можем выбрать конечное подпокрытие. Как оно строится? Вот я беру шарик B и T. Такого... Во-первых, он у меня... Это множество тех X из H, для которых X минус E и T. То есть центром этого шара является базисный вектор. То есть, иными словами, вот я в этой точке, вокруг этой точки рисую шарик. И рисую шарик, у которого радиус меньше R. Открытый шарик, да? Ну, шарик, скажем, что может быть больше корня из двух? Но не слишком далеко от корня из двух. То есть... Точнее, не корень из двух. Вот у меня расстояние между этими точками корень из двух. Так? На полтора, например, прошу что? Больше корень из двух? Да, полтора я уже эту точку накрою. Ну-ка, а что, нет? Вот у нас корень из двух примерно один и четыре. Ну, один и четыре это вот это расстояние. А вы мне предлагаете один и пять. Мне надо вот здесь остановиться. Единица. А давайте один и три, если вот это вот вообще... Не, единицу. Единицу? Конечно. Вот у меня единица, вот единица и вот здесь единица. Вот у меня... Вот у меня построен... Это B первое. Вот это вот у меня будет. B второе. То есть я закрыл. Базис... И причем вот у меня вот здесь... Я даже окажусь даже чуть больше, чем единица. Так, чтобы центр закрыть. Понятно? Центр закроется. Ну, закроется, раз радиус единица. То есть один плюс епсилон, где епсилон меньше, чем корень из двух, минус единица. Понятно? Это понятно, да. Ну, теперь понятно, что из этого покрытия я не могу конечное подпокрытие выделить. Потому что если я отказываюсь хотя бы от одного круга, который был на конце базисного вектора, то я эту точку ничем не закрываю. Всем все понятно? А мы почему дальше не покрываем этот шар? То есть другими кружками? А уже все покрыто. Центр закрыли. До центра тогда вы доплыли? Да. Ну, все. И так вы... Вот все... И у вас закрыта вообще вся эта зона. От этой точки до... Закрывает центр. И так везде. Ну, все. А, ну, да. Да, теперь понятно. А мы ни один из элементов покрытия выбросить не можем. Потому что вот эту-то часть мы закрываем, а вот эту точку, конец базисного вектора, у нас ничем не закрыто будет. Да, да. Мы не можем просто убрать шара. Ни одного шара из покрытия мы выбрать не можем. Так, хорошо. Значит, общий мир... Да, вопрос? А любое доказательство некомпактности строится о том, что мы убираем так, чтобы кого-то из них пройдет не сам было? Нет, ну... Есть... Нет. Вот смотрите. Когда вы хотите показать, что у вас множество не является компактным, то это означает, что не выполнено условие, лежащее в определении. А в определении что? Из любого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие. Вот определение. Значит, если вы хотите показать, что множество не является компактным, то вы должны предъявить покрытие, из которого конечное подпокрытие выбрать нельзя. Ну, да, здесь точно нельзя. Ну, либо вы показываете такое множество, ну, вы доказываете какой-то набор свойств компактных множеств и приводите множество, у которого свойство нарушено. Ну, я вам приведу другой пример в связи с этим, связанный с вашим курсом по теории вероятности. Вот вам предъявляют некую функцию и спрашивают, эта функция является характеристической? Нет, есть такие задачи, правильно? Есть такие задачи. Как вы эти задачи решали? Я вам скажу, что есть необходимые и достаточные условия для того, чтобы функция была характеристической. Это теорема Бохнера, так называемая. Теорема Бохнера. И мы ее в нашем курсе тоже будем вспоминать. Но эта теорема зубодробительная, ее применить невозможно. Но вы поймете это, когда мы до нее доплывем в нашем курсе. Вы поймете, почему ее применить невозможно. Потому что там необходимые и достаточные условия выглядят так, что оно непроверяемо. И как вы решали задачи на проверку, является ли функция характеристической? А вы решали так. Вы знаете, что характеристические функции обладают неким набором свойств. И для предъявленной функции вы показывали. Вот это свойство не выполнено. Ну все, значит, там вам дали функцию, которая в нуле не единицы. Ну все, значит, это не характеристическое. Или у которой модуль больше. Или у которой модуль больше единицы. Например, да. Понимаете? Поэтому тут два подхода. Вот либо вы в лоб показываете, что определение не работает. Как мы здесь сделали, да. Либо показываете, что свойства какие-то не выполнены. Ну хорошо. Чтобы не расслабляться, в качестве упражнения предлагаю вам сделать следующее упражнение. Упражнение первое. Простое. Если а компактный оператор, а б ограниченный, значит, если а компактный, первое. Если а компактный, а б ограниченный, то а б и б а – это компактный оператор. Второе свойство. Не второе свойство, а второе упражнение. Второе упражнение такое. Пусть Е-М. Пусть Е-М. Ортонармированный базис ваш. Ортонармированный базис ваш. А бета-к – последовательность действительных чисел, таких, что б катает, стремятся к нулю. Оператор А, предположим, задается следующей формулой. Бета-к – х на Е-к скалярно – Е-к. То есть вот в явном виде задаем оператор А. Так вот, заданный таким образом оператор является компактным. А? Компактный. Это второе упражнение. Оно уже заметно более сложное. Но факт этот нами будет использован. Ну, собственно, как-то результат первого упражнения тоже. Но, кстати, ко второму упражнению давайте мы сделаем такое замечание. Замечание. Если... Сформулируем это даже как теорема. Так, сколько... Какая у нас теорема была? Первая, да? Теорема 2. Это наше замечание. Если А – самосопряженный компактный оператор, то существует ортонормированный базис Е-Н и последовательность бета-катых действительных чисел. Такая, что б-каты стремятся к нулю. Так. И выполнено... Так, равенства у нас были какие-то занумерованы? По-моему, не было, да? В этой части. И выполнено равенство 1. То есть, вот смотрите, если мы объединим результат упражнения 2 и теорему 2, то что мы получаем? Мы получаем, что если оператор А самосопряженный компактный, точнее, не так. Если оператор А самосопряженный, то для его компактности необходимое достаточно выполнение 1. Выполнение 1. Так, хорошо. И теперь теорема о полярном разложении. Теорема 3. Теорема о полярном разложении. Теорема о полярном разложении. Значит, о чем идет речь? Ну, это такое, я бы сказал, бесконечно мерное обобщение, которое некого факта, которое справедливо для комплексных чисел. для любого компактного оператора А справедливо такого представления. А есть у Т, где Т положительно-определенный. Сейчас мы скажем, что это такое. положительно-определенный. Компактный. И у изометрический. тоже сейчас поясним. Изометрический оператор, который действует, понятно, поскольку У применяется к оператору Т, то У это оператор заданный на образе гильбертового пространства H при отображении Т. Так, что нам нужно пояснить? Замечательно. Нам нужно пояснить понятие положительной определенности оператора. Что это такое? Кто-то скажет? Оператор положительно-определен, если что? Если там ну, я помню просто теорему там H может на звездочке на что? На что? А звездочке со сотребленной операторой. А зачем он со звездочкой-то? Вы про оператора говорите. Вот смотрите. Положительная определенность оператора А, ну или Т в нашем случае. Да, оператор Т положительный пример. Т. Это означает, что ТХХ. Вот это величина неотрицательная. ТХХ. А А Х тогда откуда вот это не было? А наверное ХТХ будет равно ХТХ. Не знаю. Так можно переписать. Как переписать? Может там есть звездочек-оператор? Нет, я просто хочу это переписать в матричном виде вот то, что там происходит. Нет, ну в матричном виде тогда у вас вместо скалярного произведения ТХХ будет ТХ на сопряженное не на сопряженное на транспонированное Х. Да, вот это я тут говорил. Не, ну здесь-то у нас опять бесконечно мерный случай, поэтому там с сопряжением не совсем все здорово. Так, хорошо. И что еще нам надо? Изометричность, да? Изометричность. изометричность У, это означает следующее, что У применяется к чему? К ТХ, правильно? И норма УТХ не меняется по сравнению с тем, к чему оператор У был применен. то есть изометричность сохраняется метрика, сохраняется расстояние. У ТХ равняется ТХ. Вот, вот что такое изометричность. Так. Доказательства. Доказательства теоремы 3. значит, давайте рассмотрим оператор. Сейчас ваши звездочки появятся. Рассмотрим оператор В, который мы определим вот таким образом. А со звездочкой А. Но из определения понятно, ясно, что оператор В не отрицательный. Так, это во-первых. Во-вторых, по упражнению 1 и по упражнению 1, посмотрите, что упражнение 1 нам говорилось, что если вы компактный оператор, умножаете или применяете к нему оператор ограниченный, а именно это у нас и происходит, оператор А компактный, к нему применяется сопряженный, который насчет компактности мы не знаем и нам это не нужно пока, но ограниченный уж точно. так, и получается, что В компактный. Значит, по упражнению 1 В является компактным. А тогда, кстати, по упражнению 2 имеет место в силу упражнения 2. Точнее, не в силу упражнения 2, здесь лучше применить теорему 2. Является компактным и в силу теоремы 2 мы имеем такое представление для оператора B. Bx это есть сумма от единицы до бесконечности. Вот давайте мне удобно здесь не бета-каты какие-то написать, а какие-то лямбда-каты. Так, лямбда-каты умножить на x е-каты е-каты. Причем лямбда-каты какие у меня? Ну, они должны по теореме 2 стремиться к нулю. Напишем, что это лямбда-к стремятся к нулю. И кроме этого, лямбда-к должны быть неотрицательны. Правильно? Потому что оператор B у нас неотрицательный. А тогда мы можем определить оператор T определим оператор T такой формулы. Tx сумма от единицы до бесконечности корень из лямбда-катых xe-каты e-каты так можем? Потому что лямбда-каты у нас неотрицательны. Поэтому можем извлекать корень. А тогда посмотрите по упражнению 2 оператор T компактный. Значит, вот утверждается, что оператор T, о котором идет в теореме, ну, во-первых, оператор T компактный, во-вторых, T неотрицательный. То есть тот оператор T, о котором идет речь в теореме, ну, это как раз вот этот оператор T. Иногда напишем иногда используется обозначение оператор T это корень квадратный из оператора А со звездочкой А. Так, осталось теперь что-то сказать про оператор U. Ну, собственно, ничего придумывать не надо. Определим оператор U формула U действует действие U на T X а, собственно, там у нас оператор U и определен. Это то же самое, что действие А на X. Какая проблема возникает? Корректность определение имеет место или нет? В чем здесь проблема? В чем может быть проблема корректности определения? В том, что у вас вот для T X могут быть два разных представления. T X это же образ точки X при отображении T. Правильно? И поэтому две разные точки то есть для X и Y то есть иными словами может быть так, что TX равняется TY такое может быть, но запросто. А с одной стороны. А с другой стороны у вас должно быть написано в соответствии с этим определением AX в одном случае и AY в другом случае. То есть вытекает ли отсюда, что AX равняется AY. Правильно? так. И как это объяснить? Что определение корректно? значит смотрим U TX по норме что мы имеем? ну вот давайте мы напишем так B сейчас не прав я не прав вот вот что такое AX квадрат нормы это у нас BXX правильно почему? это надо объяснять равенство вот смотрите AXX это у нас AX на AX переносим A влево получаем A со звездочкой AXX А A со звездочкой A это как раз и есть B где-то мы писали вот вот это мы писали поэтому да действительно вот такое равенство имеет место с одной стороны а с другой стороны посмотрите на то как мы определили оператор T так и тогда утверждается что вот это есть TX в квадрате TX в квадрате почему? потому что B ну во-первых так как T сопряженное это равняется T и B равняется T квадрат вот у нас определение у оператора B здесь стоит лямбда катая у оператора D корень из лямбда катая поэтому вот то что я написал справедливо но тогда мы получаем но тогда мы получаем вот из этого да что AX квадрат равно TX квадрат по норме следовательно вот таких проблем быть не может таких проблем быть не может сейчас минутку 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 ну да правильно то есть если предположить что TX и TY совпадают AX и AY не совпадают то тогда T на разности XY это 0 а A на разности X Y не 0 то есть вот это равенство будет нарушено значит следует следует мы делаем вывод что определение с одной стороны корректно из равенства квадрат нормы AX и квадрат нормы TX вытекает с одной стороны корректность определение оператора U а с другой стороны а с другой стороны его изометричность почему потому что мы получили с вами что U на TX квадрат нормы равняется TX квадрат нормы и изометричность и изометричность U так хорошо теорема о полярном разложении доказана и мы ее используем в дальнейшем а теперь нам потребуется еще понятие ядерности оператора ядерных операторов напишите определение компактный оператор A в H компактный оператор A ваш называется ядерным если ряд из лямбда n сходится где лямбда n это собственное значение собственное значение оператора ну вот того оператора который у нас появлялся в полярном разложении вот вы видите оператор T так ну смотрите вот если мы обозначим давайте обозначим обозначим совокупность ядерных операторов через L в скобках один индекс вот H и нам надо понять где этот класс по отношению лежит по отношению к конечным операторам не конечным к ограниченным операторам компактным и к операторам Гильберта Шмидта но для того чтобы это понять давайте еще одно упражнение я для вас запишу значит оператор A является оператором Гильберта Шмидта тогда и только тогда когда он компактен во-первых а во-вторых ряд из лямбда n в квадрате сходится где лямбда n ну и те же самые где лямбда n собственные значения корня из а со звездочкой а вот смотрите предположим что это упражнение вы сделали или по крайней мере оно вам известно тогда вот вопрос вот у нас L от H это линейные ограниченные дальше мы доказали ну не доказали а там ссылаясь на теорему недоказанную мы сказали что если оператор Гильберта Шмидта то он конечно ограниченный а вот наоборот нет не каждый ограниченный является оператором Гильберта Шмидта а вот что с ядерными вот посмотрите вот определение у вас оператор ядерный если ряд лямбда n их сходится а оператор Гильберта Шмидта у него лямбда n квадрат сходится то есть иными словами вам надо понять что откуда следует исходимость лямбда n исходимость лямбда n квадрат или наоборот вот этот первый вопрос какой ответ какой ответ если ряд из лямбда n сходится ряд из лямбда n сходится ряд из лямбда n в квадрате сходится опа тяжелые раздумья друзья мои третий курс вы уже специалисты почти что если ряд из лямбда n их сходится что на если из лямбда n есть примеры правильно 1 на n 1 на n квадрат и 1 на n да то есть а как доказать что из сходимости лямбда n сходится лямбда n квадрат ну если лямбда n сходится значит ну нет ну может быть и так можно но я бы еще проще без всяких великих имен вот если ряд из лямбда n их сходится значит начиная с какого-то момента лямбда n у вас все меньше единицы а тогда лямбда n квадрат мажорируется лямбда n у нас правильно ну да так хорошо а вывод то какой где где какой класс больше ядерных больше или гильберта шмидта больше кого больше то мы же так и не ответили кого больше гильберта шмидта больше да значит давайте нарисуем такую цепочку классов значит пусть d это вырожденные линейные операторы вырожденные линейные что такое вырожденные линейные это значит образ гильбертово пространство при действии этого оператора значит вот d принадлежит d если dh то есть образ гильбертово пространство h при действии оператора вот размерность этого образа конечная конечная так значит это у нас самый узкий класс вырожденные или операторы с конечномерным образом второй класс это ядерные так дальше ядерные входят в гильберта шмидта дальше они входят в компактные это у нас компактные операторы и наконец то что у нас обозначалось L от H это линейные ограничения ну вот такая цепочка ну и еще одно утверждение давайте мы в заключении вот этой части связанной связанной с операторами докажем следующий факт что любой ядерный оператор представим в виде произведения двух операторов гильберта шмидта утверждение любой ядерный оператор A представим значит A есть B1 B2 где B2 это операторы гильберта шмидта доказательства по теореме о полярном разложении то есть это у нас теорема 3 да оператор A представим в виде ут причем tx если мы посмотрим доказательства где tx у нас появлялась как сумма каких-то там ну альфа k ну давайте альфа k напишем там у нас корень корень из лямбда n было ну не важно x e k e k альфа 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 k стремились к нулю ну тогда понятно вот если мы вот у нас еще упражнения касающиеся описания операторов гильберта шмидта оператор t у нас был как мы помним компактным да и ряд из так сейчас минутку 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 и в силу ядерности оператора а в силу ядерности ряд из альфа k должен быть конечным так ну и достаточно определить определяем корень из t x стандартным образом то есть извлекаем корень квадратный из альфа к тогда оператор корень ст ядерный в силу упражнения неядерный оператор гильберта шмидта это во-первых а во-вторых оператор так какой а да а у нас представим в виде у корень из t корень из t и вот и вот это у нас b1 а это b2 и b1 тоже оператор оператор гильберта шмидта это уже из теоремы 2 которую мы сформулировали для как свойство операторов гильберта шмидта из теоремы сейчас мы ее назвали 2 по-моему или вот посмотрите та теорема которая или это была теорема 1 свойство операторов гильберта шмидта мы ее как-то обозначили да теорема 1 да да теорема 1 теорема 1 все значит из теоремы 1 так ну собственно все вот все что касается операторов мы вспомнили и будем в дальнейшем использовать для описания барелевских мер и поэтому запишите следующий раздел барелевские меры в гильбертовом пространстве барелевские меры в гильбертовом пространстве обозначения в этом разделе какие мы будем использовать H как и раньше будем обозначать гильбертово пространство сепарабельное действительно и так H дальше H мы будем снабжать барелевской сигма-алгеброй поскольку в гильбертовом пространстве понятие открытого множества есть то барелевская сигма-алгебра это как и раньше наименьшая сигма-алгебра содержащая все открытые множества гильбертово пространства и так это барелевская сигма-алгебра и определение барелевская мера мю это мера на вот этом на этом измеримом пространстве Hb так вот этими барелевскими мерами мы сейчас с вами и займемся примеры давайте приведем примеры барелевских мер первое мера мера дирака значит что это такое это мера сосредоточенная в точке мера сосредоточенная в точке по-моему мы эти меры уже с вами использовали в нашем курсе было или не было я что-то или у меня уже дирака мера как мера как что еще раз где теория оператора вылетит в тёге беда Ну, естественно, я же вам в самом начале сказал, что мне нужны будут понятия вот этих всех операторов, которые мы ввели, Гильберта Шмидта, ядерный и так далее. Поэтому, когда мы начнем говорить с вами о барелевских мерах, вот что такое барелевская мера, мы определили, определили, но бог с ним с барелевской, вы можете сказать, зачем нам барелевские меры нужны, зачем нам нужны меры. Вот я вам ответ, короткий ответ такой. Вот у нас напрямую есть понятие гауссовского распределения или нормального распределения. Часто используется в теории вероятности? Очень. Но что такое одномерный случай? Это как бы совсем вырожденный случай. Почему? Потому что в тех же приложениях вы имеете дело все-таки с многомерными пространствами. Для того, чтобы описать какой-то факт или какое-то случайное явление, вы используете не один параметр, а много параметров. То есть у вас появляются многомерные распределения. Ну, пусть, конечно, мерные, но многомерные. Так? Но если вы начинаете говорить о случайных процессах, то у вас возникает гауссовские распределения в бесконечно мерных пространствах. Так вот, оказывается, вот смотрите, это вопрос действительно важный. Вот как у нас определяется гауссовское распределение напрямую? Как? Ну, это определяется распределение, которое вот такое, такая вот плотность. Плотность, да. То есть у нас гауссовское распределение напрямую определяется через плотность. Плотность это что такое? Это производная радона Никодима гауссовской меры относительно меры Лебега. Правильно? Правильно. В конечномерном пространстве то же самое. Через плотность можно определить нормальное распределение. Правильно? Правильно. А в бесконечномерном пространстве у вас нет меры Лебега? То есть у вас нет плотности. А тогда возникает вопрос, а как нам определять гауссовское распределение? Через плотность не можем. А через что тогда можем? Но через производное, так производная радона Никодима, как тем не допредим? Не, 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 не. Через центральную предельную теремию? Нет, 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 нет. Центральное предельное теремию нет. Нет, вопрос. Ответ такой. Оказывается, в одномерном случае мы тоже нормальное распределение можем определить через что? Через характеристическую функцию. Вот если характеристическая функция имеет вполне определенный вид, как у нормального, значит это и есть нормально. То есть мы определяем нормальное распределение не через плотность, а через вид характеристической функции. В конечномерном пространстве через вид характеристического функционала. И в бесконечномерном пространстве, как оказывается, гауссовское распределение мы можем определить через вид характеристического функционала. А еще не было? Будет. Все будет. И там возникает, вот смотрите, характеристический функционал гауссовской меры выглядит таким образом. В бесконечномерном случае. Вот функционал фи от х. Х, так, характеристический он, почему? Потому что это есть математическое ожидание экспоненты х, z, значит, х это аргумент, а z это гауссовская случайная величина. То есть, вот это у вас скалярное произведение. x на а минус одна вторая sx, x. Похоже это на то, что в одномерном случае? Похоже, потому что скалярное произведение превращается в обычное произведение, и у вас получается здесь только И здесь стоит. Похоже на то, что в одномерном случае. Но вот этот оператор, который здесь появляется, он как раз и есть оператор в Гильбертовом пространстве. Один из тех, которые мы с вами использовали. А в бесконечно-мерном, где можно в практике встретиться? Я не могу предположить. В смысле, где возникают бесконечно-мерные пространства? Нет, возникает, как мы можем моделировать характеристические функционалы, бесконечно-мерные пространства на практике. Ну, к примеру, мы хотим промоделировать какое-то случайное событие, я так понимаю. Нет, ну смотрите, у вас же... Да, на практике вы скажете, что у меня всё конечное. Всё конечное. Это будет правильно. Но рассматривать очень часто задачу удобнее рассматривать в более широкой постановке. И её решение и понимание, в чём проблема, оказывается проще, если вы действуете не с точки зрения конечной мерности, а с точки зрения бесконечной мерности. Вот как это ни странно. Переход к пространству более высокой размерности оказывается более плодотворным и простым, чем работать просто увеличивая размерности. Одно за другой. Нет, ну я вам скажу даже так. Вот если вы, работая в конечномерном пространстве, говорите, что зачем мне там всякие характеристические функционалы, давайте через плотности. Так вот, если вы помните плотность нормального распределения в конечномерном пространстве, это же довольно жестковатая вещь. Ну, в двумерном, а в стомерном, что это такое? Это будет вообще жесть. Так, там обратные матрицы возникают и всё такое. А здесь, как вы видите, запись довольно простая. Вот она, вот она, экспоненты и всё. А если вы за этой темой задачи заказали себе работать на же страну или на СОТ? Нет, нет, нет. Ну, я вам говорю, просто постановка задачи в бесконечномерном случае оказывается проще. И решение оказывается проще. То есть вы не цепляетесь за сколько именно размерности, сколько угодно. И перейти от бесконечномерного к конечномерному просто, а вот обратно никак. Ну, конечно, вы просто по каким-то координатам говорите, что у вас там нули и всё. А вот наоборот не получится. Так, ну ладно, давайте мы с вами тогда примеры на следующей лекции с примеров начнём. Запишите, что примеры. Так, Алина, останавливаем запись тогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!